Так, ну, внезапно, получаю большое удовольствие, очень интересные темы поднимаются часто. Мне нравилось, когда, например, была тема больше всего о шансоне, например, понравилось. Ну, собственно, все темы, а стихи, так это просто великолепно. У нас в городе так много поэтов талантливых, и стихи, вот, Татьяна Ивановна Черноброва, я имею несколько книг, и нету сегодня Любови Женивы, тоже стихи отличные. В общем, вот всего-всего, получаю большое удовольствие, с удовольствием, расскажу. Здравствуйте. Врач, ветеран медицины, товара Нового Натвутова, скажите несколько слов. Я пришла сюда неожиданно, и попала как раз на тот период, когда страдала депрессией сумасшедшая, потеряла мозг. И поэтому меня распашло посещение этого клуба, потому что я нашла здесь единомышленников, умных людей, поэтов, и... Ну, в общем, тема разнообразная, и я очень благодарна Чите Черноброва. Они оба... Вот у нас сегодня тема идет... Как? Хармония. Хармония. Вот это самая гармоничная пара, с моей точки зрения. Несмотря на то, что, может быть, какие-то внешние, то-то, не то. Ну, в общем, гармония, с моей точки зрения, мы говорим, что такое здоровье человека. Это гармоническое равновесие между организмом и окружающей природой. А болит, когда это равновесие нарушается. Так что я со своей точки зрения к тему сегодня скажу. Вот гармония должна быть. Смотрите, у нас гармония, ну, чего не коснется. Гармония цветов, гармония расположенных этих книжек и всего прочего. Я очень благодарна. Ветеран предприятия Савча Жмаш, Мира Зевана, Леблин, она не просто посещает, она еще участвует в наших мини-всяких спектаклях, поддерживает. Очень читает их Андрея Дементьева, Владимира Высоцкого. Скажите пару слов. Что я хочу сказать, что я попала тоже, как вот товарка ума. Меня сюда привели, мы познакомили. Я нашла здесь вторую семью. Я человек, по сути, одинокий. Вообще одинокий. И поэтому, когда это все с возрастом сказалось, когда все ушло, а ты остался один, вдруг я пришла и здесь она нашла очень много друзей. И это моя вторая семья. Я, когда прихожу, я здесь чувствую себя как-то. Давайте поддержим аплодисментами. Спасибо большое. Елена Петровна, Мима, ветеран педагогики. Все наши программы выполняет. Все наши вот эти поездки очень участвуют. Куда мы выезжаем? Есть от Агорска, и в Листичество. Мы ездим и другие наши. Тоже можете сказать? Я, пожалуй, причина у нас одна, тоже после смерти мужа. Вы знаете, одна женщина у меня, сейчас ее нет, привела сюда. Вы знаете, я себя чувствую здесь, ну, как семья. Я иду как на праздник. Вот, честное слово, ждешь этой пятницы для того, чтобы встретиться с хорошими людьми, пообщаться, поучаствовать. В общем, отлично там все. Гомония полная у нас коллектив. Дмитрий Леонидович Марусяк, врач. Дмитрий Николаевич. Получаю истинное удовольствие. Дмитрий Николаевич. Скажите пару слов, это наш куратор. В город знал, что есть такой... Ну, выйди на пенсию. Ну, я работала, общение было очень большое со многими людьми. Выйди на пенсию, и я попала вечерницу сюда, в это общество замечательное. И я всегда очень рада этим встречам, этим замечательным людям, с которыми я здесь познакомилась. Спасибо. Можно, пожалуйста. Пожалуйста. Я здесь с первых дней больше 12 лет. И должна сказать, что это интеллектуальный клуб в нашем городе. Здесь люди очень интересные. Они меняются. К сожалению, многие известные люди уже ушли от нас. Но пополняются новые, узнают об этих вечерницах. И очень интересно здесь проводят время. И здесь можно самые разнообразные темы поставить. Даже если кто-то хочет какой-то услышать. Заявки даже есть. Давайте об этом поговорим. О том. И я считаю, что это очень правильное дело организовал Василий Лисович. Спасибо вам. Вице-производитель от клуба, как и Владимир Андреевич Глушенко. Где бы ни был, в каком городе ни был, Владимир Андреевич Глушенко в командировке всегда проводит к нам литературу, газету. Которые потом уйдут наши выставки, которые проводим в клубе. Которые проводит журналистская организация, называется Дю журналиста. Газеты из УДУСИ. Это тоже такой, как бы, и вот сегодня Мира Израиля тоже наш коллега Иван Василий Кругляк передал. Уже вот оно прошло. Ну и пользуясь случаем, хочу сказать, что мы сейчас честовали наших именинников. И Викторов, мы поздравили. И у нас тоже есть именинник. Владимир Андреевич Глушенко, вот ему тоже от нас книга с Киева. Вот мы его люди Донбасса, его дарим. И еще приятная такая миссия. Был юбилей нашего лидерского университета. И Владимир Андреевич получил очень такую высокую награду правительственную за служенный работник образования Украины. Хорошо, поздравили вас с Киевом Градовым. И сейчас надо продемонстрировать. Удостоверение. Азначок? Я вчера получил, азначок дома остался. Азначок дома. Вот такая, брат. Вот правда такая жизнь. Я хотел бы два слова. Да, пожалуйста. Ахвачардесси дают всем присутствующим здесь силы, дают всем вдохновение, дают всем талант. И каждый здесь имеет возможность реализовать себя и рассказать о себе много интересного и продемонстрировать то, что он может. Поэтому все приходят с большей радостью. И это общение приносит много позитивных эмоций. Глубу процветать. Спасибо, Сиба. Мария Павловна, что я вам сегодня в начале клуба, что я вам сегодня вручил в начале клуба, сегодня? Монеты. Какие монеты? Юбилейные монеты. Каким достоинством? Одна гривна и три гривны. Здесь присутствует человек, который мне вручил эти, 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 подвись, пожалуйста. Нет, 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 нет. Мы делаем, у нас есть средств из клуба, большой журнал, альбом такой. Мы туда возьмем полиэтилер и вклеим, и подпишем, кто нам это вручил. Поэтому любое, ну, как наше мероприятие, например, заходы, что мы где водилы, мы писаем в клуб, наши фотографии, наших людей. Вот как бы такая большая награда. Я хочу сказать самое главное, что в нашем клубе находятся люди, представители четырех творческих спилок, творческих союзов. Это, ну, я, конечно, и вот мы тоже поздравили от клуба Герангий Васильевич Плотиченко. Это первое, да? Второе. Союз писателей Владимир Андреевич Глученко. Писатели. Второе. Художников, бомбитов. Ну и краезнавцы все наши. Краезнавцы. А поэты? Мы поэты, это то же самое. Поэтому, видите, сколько у нас общего здесь, что мы собираемся здесь, планируем и проводим наши мероприятия. Ну и пользуется случаем, что у нас гость из спортивной. Я хочу вам получить такой буклетик, чтобы вы знали. Будьте добры, помогите, пожалуйста. Это наш земляк, поэт Махана Патренко. Это сережа целых. Мы с ним работали в одном АТП. У нас был ансамбль, назывался он Лечный путь. И вот сережа вел там соло. Он настолько красиво все это делал, я его сравнил с... Господи, самый лучший у нас был. Так мы принимаем клубы сегодня? Обязательно. Там еще и музыканты. Я в том, что у себя музыкант. И прекрасно играешь. Да найдем гитарю. Я давно не играю. Давно занимается айкидур. У него черный пояс по айкидур. Он занимается и с деточками, и с взрослыми. Ездят они по Донецкой области. Усужебник там будут такие мероприятия в Европе. Вроде бы так должно быть, да? Мы в Кубок Украины сейчас приехали. Так он молодец. Он на Европу собирает. Знаете, я водил своего внука к нему к Сереже. А он говорит, дедушка, смотри, дядя Сережа такой маленький, а таких кабанов бросает. Ну это правда, это правда. Мне 82-й год. Мне нравятся хорошие стихи. И люди, кто не льстят и не лукавят. Мне нравится любовь свою дарить тем, кто ее так мало получает. Спасибо вечерницам здесь, как дома, за приглашение и за людей на пять. Мы рады приходить к вам снова. Конечно, если пригласите нас на пять. Сказать одно слово, ну не такое слово, нет, нет, нет. Поруководить. И Черныцы – это моя жизнь. По-другому я сказать не могу. Потому что я живу вами. Вот так. Я живу и Черныцами, я живу вами. Я вас всех люблю. Вы все мне родственники. Родственники. Поэтому для кого-то праздник, для кого-то там что-то познавательное. А для меня это моя жизнь. Вот для Черныца – это моя жизнь. Вот. Я вам ее открываю. Я вам все себе рассказываю. Рассказываю. Я вам все. Тут. 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 en